Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. В своих комментариях на нашем канале вы часто спрашиваете о линейке тестеров для проверки реле-регуляторов-генераторов. И один из основных вопросов, в чем основное отличие между тестерами, для чего такое большое многообразие. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сегодня мы решили просто показать проверку отдельно взятого реле-регулятора с помощью каждого тестера. И в конце ролика мы срезюмируем результаты проверки и назовем главные отличия. А вы уже на основании этих отличий будете самостоятельно принимать решение, какой именно из тестеров вам пригодился бы в вашей деятельности. Здесь у нас на столе представлено несколько реле-регуляторов, но для демонстрации возможностей тестеров я буду использовать одно из них, одно из самых инновационных и устанавливаемых на современные автомобили, реле-регулятор компании DENSA с номером VR-H25215 с управлением по линпротоколу. Реле уже подключено к тестеру. В качестве первого тестера мы будем использовать MS-012. Напоминаю, что этот тестер у нас для проверки реле-регуляторов. Я подключил все необходимые соединения питания, B+, B-, фазный провод, который обычно соединяется, реле с выводом одной из фазы, щетки. При этом одна из них подключена на минус, потому что это реле B-типа. И, собственно говоря, управляющий провод. Меню прибора вы можете видеть на экране. Сразу видно, что этот тестер позволяет проверять реле-регуляторы для 12-ти и 24-х вольтовых генераторов. Перед проверкой я задаю необходимое сопротивление ротора генератора. Если у меня нет ротора в наличии, я уставляю примерное значение 5-6 Ом для 12-ти вольтовых реле. Далее захожу в меню проверки. Здесь выбираю тип тестируемого реле, например, COM, LINK, BSS. Это то, что представлено у нас. Выбрал тип и далее нажимаю тест. Потребуется несколько секунд для того, чтобы прибор определил подключенное реле. Все, реле определилось. И здесь на экране мы можем видеть следующую информацию. С желтыми цифрами обозначены те параметры, которые я могу менять с помощью регуляторов самого тестера. С зеленым обозначены те параметры, которые мы получаем в качестве ответных данных самого реле. Среди них состояние LIN-статуса, connected, то бишь реле подключено. Тип протокола LIN, LIN-1, скорость передачи информации, на которой может работать реле, LMH, то есть на всех трех скоростях. Excitation, это величина степени возбуждения обмотки ротора. ID-номер, один из самых важных параметров при замене реле регулятора на генераторе. Тип LIN-протокола B1, наличие электрической, механической или температурной неисправности. Supplier, производитель самого реле, либо производитель, либо же поставщик. И supplier ID. Тоже иногда бывает интересна эта информация. Итак, сейчас у нас уже выставлены параметры нагрузка на реле 100%. По сути дела, это как бы нагрузка на генератор. Обороты статора у нас составляют 4000 оборотов в минуту. Установленное напряжение на выходе реле я изменю до значения где-то примерно 14,5. Но вы можете видеть, что диапазон регулирования составляет от 13,1 до 15. При этом реле в этом диапазоне адекватно работает и поддерживает стабильное напряжение. И еще один из важных параметров это ток, который у нас присутствует на щетках. Ток у нас определяется сопротивлением обмотки возбуждения. Поскольку я выставил 5 Ом, то здесь у нас примерно 1,3 А. В принципе все. То есть вот такое меню представлено на этом тестере. Как я уже сказал, тестер позволяет проверять 12,24-вольтовые реле-регуляторы. Позволяет создавать нагрузку на щетки, что в свою очередь позволяет нам увидеть токопитание обмотки возбуждения. Тестер позиционируется как прибор для измерения снятых реле-регуляторов отдельно от генератора. Бывает часто необходим при большом количестве ремонта, при нескольких единицах генераторов, ремонтируемых за день. Следующий тестер, который мы рассмотрим, это MS-013.com. Портативная версия 12-го тестера, которая позволяет проверять реле-регуляторы как отдельно от генератора, вот в таком состоянии. Так позволяет же проверять работу генератора на автомобиле, либо на самодельном стенде. Не важно, что это может быть. То есть должен быть только лишь привод генератора для вращения. Тестер питается от зарядного устройства с выходными параметры 5 Вольт 3 Ампера и соединяется с помощью USB-провода. В комплекте с тестером идут два вида диагностических кабелей. Один из них представлен на столе. С помощью этого кабеля мы можем подключить реле-регулятор к тестеру. Цветовая маркировка проводов на всех наших тестерах совпадает. Здесь на тестере представлено меню, в котором я могу выбрать тип проверяемого реле. Например, RLO, SIG, PD, C-Japan и прочее. Поскольку у нас сейчас линовское реле, то я выбираю самый первый тип — это COM. Как вы видите, здесь у нас на экране присутствуют подсказки, которые позволяют правильно подключить управляющий провод к выводу реле. И далее я нажимаю кнопочку входа. Потребуется пару секунд для того, чтобы прибор определил реле и его параметры. Вот. Все определилось. Как вы видите, значения ID, значения типа протокола одинаковые по сравнению с теми, которые мы получали на предыдущем тестере. И я пытаюсь управлять самим реле, повышая выходное напряжение генератора, имитируемого генератора. Как вы видите, здесь у нас тоже диапазон составляет от 13,1 до 15,1 вольт. Я уставляю 14,5 вольт и вижу, что реле поддерживает заданный режим. Здесь у нас тоже присутствует 14,5 вольт. Те же самые скорости обмена информацией, которые прописаны в реле. В принципе, все то же самое. Главное отличие, которое мы сразу же видим, это то, что данный прибор проверяет реле без проверки тока питания на щетках. Поскольку в самом начале мы не задавали сопротивление обмотки возбуждения, здесь нет такой возможности, то, соответственно, реальный ток на щетках мы померить с помощью этого прибора не можем. Насколько важна эта функция, вы уже сами для себя определитесь. Возможно, для кого-то она важна, но в большинстве случаев при проверке реле-регуляторов мы можем, основываясь на показаниях прибора, делать выводы, реле исправное, либо нет. Кроме этого, кроме показанных функций, стоит добавить, что прибор имеет еще две дополнительные функции, это генератор ШИМ-сигналов и функция осциллоскопа. С помощью генератора ШИМ-сигналов мы можем генерировать сигнал с различной скважностью и частотой. С помощью функции осциллографа мы можем измерять сигнал различного рода сигналы, которые используют частоту до 1 МГц. Кому-то эта функция, возможно, покажется полезной. Таким образом, про этот тестер можно сказать следующее. Тестер позволяет проверять только лишь 12-вольтовые реле-регуляторы без нагрузки на щетки. И отличается еще тем, что имеет две дополнительные функции, генератор ШИМ-сигналов и осциллограф. И помимо того, что мы можем проверить реле в снятом состоянии на столе, кроме этого, с помощью этого тестера мы можем подключиться непосредственно на автомобиле к генератору и также проверить, поуправлять самим регулятором и посмотреть, изменяется ли значение на выходе B+, генератора в соответствии с заданным значением. Эта функция бывает иногда очень полезна в том случае, когда у вас есть подозрение на проблемы с проводкой автомобиля, на проблемы с управляющим проводом, который приходит на реле-регулятор, либо подозрение на неисправность блока двигателя, поскольку на некоторых регуляторах сам блок двигателя непосредственно управляет напряжением на генераторе через установленное реле. И следующий тестер, который я вам также хочу представить, это MS-016. Этот тестер, так же как и MS-013, выполнен в портативном форм-факторе, то есть он позволяет нам проверять регуляторы как на столе, так позволяет проверять генератор непосредственно на автомобиле, либо на стенде, который не оборудован соответствующими функциями чтения реле. Тестер также поставляется с двумя типами диагностических кабелей. Один из них многожирно используется для проверки реле на стенде, ой, на столе, извините. Второй кабель используется для подключения на автомобиле. Сейчас я подключаю кабель. Прибор питается от такого же самого типа зарядного устройства. Конечно же, это устройство используется только если вы проверяете регуляторы на столе. Если вы хотите использовать прибор на автомобиле, в этом случае второй тип диагностического кабеля использует специальные провода для подключения к аккумуляторной батареи. В этом случае тестер запитывается от аккумулятора. Здесь вы можете видеть такое меню, где можно отметить следующее. Возможность проверки генераторов с различными типами протокола. Кроме этого, здесь вы видите, что первое окошко — это у нас проверка 12-вольтовых генераторов. На следующем окошке мы можем проверять и выбирать протоколы для 24-вольтовых генераторов. Также у нас здесь есть функция проверки реле регулятора. И здесь представлены различные протоколы для 12- и 24-вольтовых реле регуляторов. И есть еще одна дополнительная функция, называемая она лин-анализатор. С помощью этой функции вы можете проанализировать работу лин-шины на автомобиле. Помимо генератора на автомобиле много устройств, которые управляются по лин-шине. Например, такие как моторчики стеклоподъемников, сервоприводы, заслонок, климат-системы и так далее. И если вы занимаетесь не только ремонтом генераторов и стартеров, то эта функция вам может быть полезной и удобной. Кроме этого, следует отметить, что в отличие от предыдущих двух тестеров, этот тестер имеет возможность выбрать и посмотреть схему подключения регулятора, зная его номер, поскольку здесь имеется база данных реле регуляторов. Я забью любой из номеров и могу выбрать соответствующий регулятор и увидеть схему его подключения. Поскольку он наше реле, мы уже знаем схему подключения, поэтому я сейчас не буду пользоваться базой данных, а просто перейду сразу к проверке реле регулятора. Подключаю его. Все, как вы можете видеть, я подключил реле. Подключение все то же самое, щетки, фаза и питание. И управляющий провод, который подключается с помощью вот такого удобного переходника, набора переходников. Далее в приборе я выбираю тип реле. Жду определения реле устройством. Все те же самые же привычные нам значения ID, типа протокола и прочее. И здесь у нас два ползунка, с помощью которых я могу задавать обороты генератора и задавать необходимое напряжение на выходе регулятора. К примеру, 14,5 вольт. Поскольку сейчас у нас обороты ниже оборотов холостого хода, мне надо чуть-чуть добавить обороты, и тогда вот это вот напряжение выходное поднимется. Что, собственно говоря, и произошло. Диапазон регулирования напряжения составляет уже знакомые 15 вольт и нижнее значение 12,1. Напоминаю, что рабочее напряжение генератора обычно составляет от 13,8 до 14,5, максимум до 15 вольт. И могу регулировать обороты самого генератора. Максимальное значение тоже составляет от 0 до 3000 RPM. Итак, как вы видите, данный тестер позволяет проверить все те же параметры и все те же значения, которые мы проверяли с помощью предыдущих тестеров. Но поскольку этот прибор MS-016 является одной из последних разработок нашей компании, то здесь появляется такой расширенный функционал, как анализатор линд-шины. Кроме этого, отдельно к тестеру можно купить дополнительный третий тип диагностического кабеля. И это позволит вам проверять работу стартера на автомобиле, параметры работы стартера, такие как падение напряжения на контактных пятаках, ток питания стартера, пульсации в момент запуска двигателя и прочее. Это можно будет проверить с помощью этого тестера. При подключении кабеля для проверки стартеров здесь активизируется дополнительное скрытое сейчас меню. И с помощью этого меню можно проверять кабель. Как я и сказал, тестер позволяет проверить реле-регуляторы отдельно от генератора на столе при использовании внешнего блока питания зарядного устройства. И кроме этого, вы можете также проверить работу генератора на автомобиле в сборе с реле-регулятором при использовании дополнительного кабеля второго типа, который подключается к аккумуляторной батарее и подключается к самому генератору. В заключении ролика хочу подытожить главные особенности всех трех тестеров. Итак, модель MS-012 предназначена для проверки реле-регуляторов отдельно от генератора, непосредственно на столе. Из особенностей возможность задавать сопротивление обмотки ротора, что позволяет мерить напряжение, точнее ток питания на щетках. И этот метод проверки является самым честным по сравнению со всеми тремя. Тестер позволяет проверять 12- и 24-вольтовые реле-регуляторы. Из минусов стоит отметить отсутствие базы данных. То есть схему подключения самого реле-регулятора вам нужно смотреть либо в инструкции к прибору, либо в интернете по номеру самого реле-регулятора. В приборе имеются подсказки по подключению управляющих пинов, но по подключению дополнительных выводов, таких как фаза, щетки и питание, эта уже информация ищется отдельно. Тестер MS-013 предназначен для проверки только лишь 12-вольтовых реле-регуляторов на столе, либо же на автомобиле, в зависимости от одной из двух моделей кабеля, идущих в комплекте. Помимо всего прочего, тестер обладает еще двумя дополнительными функциями. Это генератор шим-сигналов и осциллограф. Одноканальный осциллограф простейшего типа. Последний тестер на сегодня это MS-016. И, как я уже сказал, это является одной из наших последних разработок, новейших, точнее, разработок. Тестер позволяет проверять 12-24-вольтовые реле-регуляторы, имеет в своем функционале базу данных по реле-регуляторам. Кроме этого, имеет функцию лин-анализатора и также позволяет проверять стартеры непосредственно на автомобиле при использовании третьего дополнительно заказанного диагностического кабеля. На этом мы заканчиваем сегодняшний обзор. Надеюсь, полученная информация позволит вам сделать верный выбор при покупке прибора. И до новых встреч на нашем канале. Пока-пока!